Виталий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время с нами побеседовать. Говоря об итогах работы Сахалинской областной думы 7-го созыва, нельзя не отметить, что жизнь в регионе за последние 3-4 года изменилась, причем в лучшую сторону. И в этом немаловажная заслуга депутатского корпуса Сахалинской областной думы. Да, конечно, безусловно, областная дума для того и существует, чтобы влиять своей контрольной деятельностью, деятельностью по размещению всех бюджетных показателей и воплощению их в реальную жизнь. Но основа, вот все-таки, я подчеркиваю, это 36% этого вопроса социальной направленности. Вот вы сказали, как влияла дума. Вот она и влияла тем, что ведь вот на как раз истекший период выпало серьезное испытание. И не только Сахалину, а всему миру, и в том числе и России, и в том числе и Сахалинской области. Пандемия. Это слово называешь и как-то аж драгиваешь сразу. Потому что, как вспомнишь, как 3 года назад приходилось останавливать производство с болью. Но останавливать, потому что нужно было отправлять людей не отдыхать, а прекратить общаться с другом. А вот на ваш взгляд, какие ключевые в этот момент решения приняла дума? А ключевые были как раз бюджет. Потому что как раз на пандемию пришелся провал по бюджету образования. Вот так случилось на Сахалине, что начиная с 2018 года бюджет стал резко уменьшаться с резким уменьшением добычи нефти и газа. Мы сделали главное, на мой взгляд. Вот несмотря на пандемию и провал в финансовом обеспечении бюджета, за счет продуманной с правительством финансовой поддержки, прежде всего, малого и среднего бизнеса, на время остановки производства выплаты, значит, снятие отложения на особый период процентом отношения налогообложения и прочее, прочее. Ну и плюс к этому, конечно, большая заслуга, я считаю, прежде всего, фракции «Единая Россия» у нас в областной доме. Потому что все вопросы, которые приходилось решать все эти годы, конечно, они во многом зависели от обсуждения и принятия решений, аргументированного на фракции «Единая Россия». Нас все-таки 20 человек из 27 депутатов. И не потому, что мы своим количеством как бы давим. Мы аргументы находим такие, что и остальные депутаты с нами соглашаются. Вот в этом заслуга фракции, я считаю, а не просто заставить считаться с нами. Возьмем образование. Всех за короткое интервью не перечислишь. Что очень важно. Вот с 2019 года построено 15 современных школ и других образовательных учреждений. И здесь колоссальная заслуга фракции именно «Единая Россия». Потому что все это проходило через нею. Так же, как мы сохранили проект «Яркое детство». Почти 70 детских садов за прошедшие три года и предстоящие пять сделаем красивыми. Где и детям приятно, и родителям приятно туда прийти, и людям работалось. Коль мы заговорили об образовании, то в свете последних событий нельзя не сказать о патриотическом воспитании детей и молодежи. На законодательном уровне. Как вот эти вопросы сейчас прорабатываются? В течение нескольких лет мы обсуждали с различными общественными организациями, в том числе, которые сами занимаются патриотическим воспитанием. Это и боевое братство и так далее. Наши пенсионеры, ветераны с Министерством образования. И, наконец-то, издана книга, и она, мы же о патриотическом языке, дети не знали и им не преподавали ни географию, ни историю Сахалина. И вот сейчас появился учебник, он проходит последние дни апробации. Я считаю, что начиная с этого сезона, с первого сентября, восстановленное образование с учетом этого учебника поможет очень сдвинуть вопрос патриотизма. Виталий Евгеньевич, но у нас времени, к сожалению, в эфире не так много, поэтому в завершении нашего интервью такой вопрос. Лично для вас, что является главной заслугой работы Сахалинской думы? Заслугой? Да. Что вы считаете главной заслугой? Я считаю, главной заслугой это то, что я не обманул ни одного человека. В полном смысле слова. Я избирался пять раз, и я не просто обещал людям, а я точно и четко говорил, чем я намерен заниматься в определенное время, в определенный созыв. Конечно, не все получилось, но это уже второй вопрос, вопрос времени. Все равно мы доведем то, что обещано. Но главное, что не потеряно доверие людей. Вот это, считаю, главная заслуга. И второе, я, имея очень серьезный опыт в работе вообще на Сахалине, в руководстве большими предприятиями, конечно, мог и старался помогать руководству думы, да и руководству области принимать такие решения, которые помогают людям жить все лучше и лучше на Сахалине. Вот основное, что достигнуто. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Здоровья вам крепкого. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok